Привет, друзья! Сегодня я буду жарить оладьи, которые у меня никогда не опадают, получаются очень пышными. Я вам расскажу о таких секретах, чтобы они получались такими. Вначале мы вливаем кефир. Все должно быть комнатной температуры. Добавляем 1 яйцо, соль, сахар. Все перемешиваем тщательно и просеиваем муку. Муку добавляем поэтапно, постепенно. Будем смотреть, тесто должно быть не жидким. Вот такое вот тесто у нас должно получиться. То есть оно не льется, а вот так вот падает свинчика. И теперь в тесто добавляем пол чайной ложки соды. Это и будет наш секрет. Соду нужно добавлять не в кефир, а в тесто. Затем тщательно перемешиваем. Как только мы с содой перемешали тесто, больше мы его уже не мешаем. И сейчас отправляемся к плите. Плита уже у нас разогревается на подсолнечном масле, с подсолнечным маслом и будем жарить наши оладушки. Масло разогрелось у нас на сковородке. Сейчас будем выкладывать, вот так вот берем по краю ложкой, немного теста. И выкладываем на сковородку. Не перемешивая тесто. Как только наши оладьи с той стороны, с обратной, подрумянились, переворачиваем их. Можно накрывать крышкой, но не плотно, чтобы не было конденсата. Я не накрываю. Такие вот красивые, высокие получаются оладьи. И вот такие вот оладьи у нас получились. Смотрите, они такие вот высокие. Я уже разломила, пушистые. Их нужно жарить чуть выше среднего огня или на среднем, чтобы они пропеклись внутри. И вот они уже у меня постояли где-то сейчас. И они у меня не опали. Вот и весь секрет. Поэтому жарьте по этому рецепту. И они у вас всегда будут пышными и не опадут. А на этом все. Всем пока. До скорых встреч. Жмите колокольчик. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Кому понравился этот рецепт. Пока.